Я счастлив, что нас 50 тысяч человек. Лживая пропаганда промывала мозги с утра до вечера. Что в Киеве бандеровцы и фашисты, что здесь пятая колонна. Они полностью обкакались сегодня, полностью. Столько народу, столько светлых лиц, столько честных глаз. Давно не видела Россия, давно не видел Киев, Давно не видела Москва. Поздравляю вас всех! Всю дорогу меня спрашивают, а зачем ты пришел на этот марш? Марш мира и свободы. Зачем? Я говорю, потому что я патриот страны. Потому что я против войны. Я не хочу, чтобы сюда приходили к нам в Москву, в Ярославль, в Нижний Новгород, в Груз-200. Чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Дальше. Железный занавес. Санкции. Что это означает для России? Нищета. Рост цен. Снижение зарплат. Снижение пенсий. Безработица. Скажите, нам надо это или нет? Я долго думал, какие есть аргументы у Путина для того, чтобы так себя вести. Хоть какие-нибудь. Самый простой ответ такой. Он больной человек. А потом я подумал, нет, он не просто больной человек. Он еще циничный и подлый человек. Он хочет, используя вот эту операцию по оккупации аннексии Крыма, хочет править нами вечно, пока не умрет Россия. Мы должны сказать, нет войне. Мы должны сказать, хватит маразму. Мы должны сказать, Россия и Украина без Путина. Россия и Украина без Путина. И последнее, слава России, слава Украине, слава России, слава Украине, Россия будет свободной. Спасибо вам большое.